Здравствуйте! Вот это очень важное письмо. Я вчера два письма получил одновременно и получается так, одно за здравие, одно за упокой. Значит, Павел Троценко, наш всем теперь известный Павел, редактор моих книг, постепенно он становится одним из самых грамотных садоводов России. А вы попробуйте издать книгу из сотен тем и отшлифовать каждую запятую. И вот он пишет мне лично, а у него свой канал, а там тоже самое, там мои материалы на том канале. И вот он мне пишет, мне Железу, здрасте, тут пошли какие-то глупые сообщения про ваши семена пустышки. Якобы до 3 ничего нет. Может быть вы сделаете видео, как открываете банку и берете любые семена, потом раскалываете. Я опубликую. Я вам вот что скажу. Фильм я обещал тут же сделать и уже сделал бы, мне всё надо пару часов. Не хватило этой пару часов. Во-первых, я готовился раскрыть тему пошире или поширее. Так, а ещё именно в Красном Хуторе гостит уникальный человек, писатель, сказочник, от которого без ума огромная аудитория. Вот. А для нас он как бы снизошёл. А он ещё мастер по этим оздоровительным методикам. Вот. Фамилию не называю, потом будет всё. А я как хочу, я что-то рассказал, я заинтриговал. Вот. Зовут его Михаил, вот, Александр Ильич, а он уникальный человек. А я потом отдельные фотографии покажу, расскажу. А пока, или это будет в конце, но уже нет, не успеваю. Или на следующем вебинаре. Вот так вот. А завтра, уважаемый, почётный гость, как бы сказать, для меня это честь. Я буду водить его по саду. Вот. За нами будет тот идти с ведрами. Я буду угощать его каждым сортом абрикоса. Для меня это реклама, для меня это и раскрутка. Вот. Видите, что получилось? Получилось так, что мне пришлось немножко отложить, открывать банку и раскалывать. Но всё это будет сделано. Так. И я вам докажу, что у меня бракованных семян не бывает. Как это будет делаться? Пока я говорю общие правила. У меня есть заготовка началась. У меня уже высушено несколько сортов. Так. Вот. И я буду... Ну, представь себе, насыпаю в таз, а там, допустим, 300 или 500. Я вот так вот размешаю, как это, спортлото или как там, или просто лото. И буду брать, раскалывать, раскалывать. И посмотрите, сколько вы их увидите сухих. Не увидите. Ладно. Пока это только прям было. Поэтому мы сейчас с вами будем, не к ним. Это быстро получилось. Это как бы фрагментарно. Или как это, конспективно. Потому что эти все истории вы знаете. А здесь просто быстро-быстро нахватал фотографии. Мне нужно убедить одного человека, что они халтурщины. Вот. Только пока одного. А впереди еще такие случаи будут. И мне пришлось перекроить из-за вчерашнего письма, перекроить весь вебинар. Поехали. Так. Вот этот случай худший из сотен. Такого еще у меня не было. Ну, было, допустим, 40 костик заказал и говорит, зашло 3 или 5. А я говорю, поздравляю. Сад. Потерял человек там 1000 рублей или потратил. Как просчитать? Потерял или потратил? Если зашло, допустим, 5 из 40. Я считаю, что приобрел за 1000 рублей он приобрел 5 мощных деревьев, которые убить почти невозможно. Но возможно. Давайте с самого начала. Это, я считаю, очень важно. Вот его фотография. Одна из его фотографий. Потом были еще фотографии, но я уже не успеваю. Вот буквально сейчас включил. Приехал из деревни, включил компьютер. Видели, даже опозол на пару минут. Вот. И так, вот так выглядит косточка спустя какое-то время. Выкопанная. Вот. А-а-а. Филипп Скорятин. Вначале за здравие, за здравие. Ой, как хорошо. А то сразу могу испортить всем настроение. Итак, Филипп Скорятин. Добрый вечер. Отправляю фото абрикосов, посаженных в перемешку. Кстати, очень мудро. Помните мой смешанный сад, что я халтурщик там, чуть ли не, не чуть ли, а мошенник. Сад в перемешку разве. Можно косточки садить? С такого сада. Но мы это проходили. То есть, я все-таки начал с второго письма. Итак, год посадки 2019. Все из косточек, ни одного привитого. Всего около 70 деревьев. Ну, я только сейчас говорю, поздравляю, когда 3-5 деревьев. А здесь, сами видите, большой сад. Посадка на холмы Орловской области. А теперь, внимание. Первое цветение и сигнальные плоды в 2022 году. Давайте считать. 19-й, 20-й, 21-й. На четвертый год сигнальные плоды. Наверное, это не все. 70. Наверное, несколько. Но я так думаю. Месяц стояла жара. Артенит плюс 33 днем. Не ополивали. Почти все завязавшиеся плоды поспевают. Кстати, я вас еще поздравляю. Когда мне говорят, ой, ваши цвили, а потом осыпались, я говорю, первоцвет, пустоцвет. Ну, к чем еще говорить? Ну, второй год все будет. Ну, вот, посмотрите, на четвертый год плоды поспевают. Вот, согласитесь, что вот этот результат, да? Этот результат. Он не вяжется вот с этим. А, вот. И фотографии писал. Ну, поверите, 19-й год человек с абрикосами. И с косточек. И с корятин, Филипп, это живой человек. Надо подтверждать, что это все правда, что это не застаный казачок. Вот, все знают меня и мою манеру, которую меня ругают эти мои друзья-священники. Я... А вдруг кто-то скажет, сам фотососедил. Поэтому я вот так делаю. Вот так. Вот для меня это святое. Теперь мы смотрим. Наверное, то письмо ушло куда-то вниз. А, ну, чтобы уже не потерять, я очень быстро вчера в скоропях готовил эту тему, перекроил весь вебинар. Столько было интересного. Но я даже одного человека не могу сделать так, чтобы он остался обижен. Да еще, не дай Бог бросит это благородное дело. Итак, своими словами. Я не могу показать там, как он называется. Ватсап по одной причине. Там сразу-сразу видите десятки телефонов чужих. А я этого никогда не делал, не делаю. Свой даю всем, всей стране. Так вот. Там человек пишет. Я у вас купил 700 косточек абрикосов. Пять взошло. Остальные просто не взошли. И там фотографии вы видели, да? И пять, в которые, всего пять взошло, и те потом погибли. Вот. Значит, у меня сразу... Как? Я много чего знаю. Я сразу в голове или как вот так вот раз-раз пролистываю свои знания. И что получается? Давайте по порядку. Значит, обычно я начинаю с геопатогенной зоны. Да, такие зоны есть. Я совершенно не буду на это упирать. А у вас там неправильная почва, у вас там геопатогенная зона, гиблое место. Помните, как я говорю? Поставь кровать, сам заболеешь, умрешь. Дорогу пересекает, машины бьются лоб-лоб. Потому что на этой зоне у людей, у шоферов крышу сносят. Не у обоих. Вот. Одного хотя бы хватает, чтобы лоб-лоб. Вот. И они... Это реально всё. Я доказывал, рассказывал. Всё-всё-всё-всё-всё-всё. Так. Но в данном случае я тут сказал. А так как это зоны от всего 1-2 процента, то мы всерьёз... Это брать территорию почвы. Особенно у нас больше. У нас, наверное, где-то от 10 до 20 процентов. Ну, я видел ту самую карту геопатогенную зону. Так, достойчивую. А у нас перед горе. То есть земля складками, складками, складками. И, естественно, трещины. А это... О, это... Самое страшное – это когда излучение идёт. Это моя версия. Там можете сейчас отключить компьютер. Если вы скажете, что я сейчас выкручиваюсь или это. Итак. Несколько процентов. Ну, давайте искать всё остальное. Поехали. Значит. А это же учёба. Я вот всё раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я выбрал шесть вариантов. Заметьте, не знаю ничего. От человека, у которого... Самый худший вариант в России. Вот. Что должно насторожить. Должна быть настоящая серьёзная причина. Ну, людей 3 из 10 всходят. Говорят. Спасибо, Эду, Том. 10 из 10. Там 90 из 100. Вот там 70 прошло. Видели? Сколько он выписал? Может, 70, 80, 100. Ну, процент высокий. Итак, варианты. Один вариант. Её приписывает Мичурину. Что-то он сказал. Съели плод и закопали тут же в землю. Тут же. И взойдёт. Вот. Заметьте, пока ничего не знаю. До осени травка зеленеет, солнышко блестит. Травка затянет грядку, которую мы посадили в июле. Сейчас у меня середина... Я почему за голову хватать? Приедет телеканал «Усадьба». Он федеральный. Это... Москва, это не шутки. Приедет ко мне. А у меня уже абрикосы сыпятся. Уже. Вот. Сегодня мы... Это... Тимоша собрал пять ведер и разорил меня на 500 рублей. Ну, пока идёт мелочи вот эти. Поэтому трудно ведро собрать. И вот, значит... Через неделю будет середина. Через неделю – это конец июля. То есть, в середине лета закопали. И что мы ждём? Должна лежать, лежать, лежать. Она может лежать в засуху. Она может лежать в влажной почве. И... А если даже и проливная, сильно влажная – сгнить. Я вам потом покажу, на чём основано... Как оно всё на самом деле. У меня уникальная фотография, которой нет ни в одном учебнике. Ни в одном этом... Ни один лектор, ни в одном никогда этого не делал, не прочитал. Потому что это самая жизнь. Жизнь растений. И вы сейчас поймёте. И даже, мне кажется, человеку, у которого получилось 700 неудач, даже он меня поймёт. Не даже, а наоборот, он прежде всего меня поймёт. Итак, в середине лета. Вторая посадка осенняя. И третья – предзимняя. Осенние – те же мыши. Ох, как они собирают. Если я посоветую, как есть 5, 6, 7. Это современники наши. Антон Ильич подтвердит. У нас был спор с крутейшей абрикосоводом, женщиной. Она осталась при своём мнении. Он знает, он выступал от имени. Ну, как посредник, он молодец. И тем не менее, она осталась на 5-6 сантиметров. В сухих местах даже урожай может быть несколько, прежде чем сгнёт основание штамба, я бы рассказывал. А в мокрых местах могут даже и не взойти по этому. Есть места, где абрикосов срода не было. Ну, вспомните, Калининград, где, кстати, мой рекорд 130. Мой, 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 мой. У хорошего человека с волшебными руками дал плоды, всё дерево, 130-граммовый абрикос. Мы проходили. Там прибалтийский район, Ленинградская область, Карелия, Новгородская, Псковская. Там их надо им условия создать, понимаете? То есть вы посадили и ждёте, а он не взошёл. Повезёт, но второй год зайдёт. Вообще никогда не взойдёт. Я вам докажу и покажу ниже. Самое опасное, все три вот это, изо рта в землю, это лето, осеннее и призимнее. Призимнее опасно чем? Я это тоже проходил. Я сделал специально. Упучи-то, это лекция. Только не могу я сказать просто, да, нет, не веришь, пошёл дофиг. Я на полный всерез рассказываю. Я беру банку, я в эту банку кладу, косточки, всё делаю как обычно. Но одна банка у меня в холодильнике, я вам покажу, как они всходят потом. А вторая – это засеклённый балкон. А там ноябрь-декабрь плюс-минус, плюс-минус. Сонышко пригляло, да плюс пятнадцати. А на улице мороз. А это же теплица, правильно? Ночь минус десять днём, плюс десять днём, декабрь взошли. Теперь представим себе, что эти условия мы создали, посеяв осенью, летом или перед зимой. То же самое. То есть там специально, это были мои эксперименты, вы всё знаете, 192-й вебинар, вы всё умеете. Вы знаете, что эти же условия иногда создаются под землёй. Итак, посадили, зима началась, и даже снег выпал, и почва замёрзла. Потом здрасте, приехали. Помните Белоруссия? Белоруссия – это для меня та же самая срединная Россия. То есть я не политики, а я о географии говорю, о климате. Белоруссия, вспоминаем, в январе-феврале грибы собирали. А если бы посадили косточки, что бы с ними было бы? Правильно? Ничего бы не было бы. И урожая бы не было бы. А вы знаете, как опасно, когда садят озимое, я уже, ладно, перехожу на пшеницу, там, на рожь. Озимое садят, а весна они не всхозошли. Тогда ведь почему? То же самое. Итак, осеннее, предзимнее и летнее это самое приводит к тому иногда, в отдельные годы. Извините за нудность, не могу я по-другому. И, короче, не могу. Она взошла, а на улице, в начало зимы, раз свернулась, взошла, стоило почки, семечку или косточки лопнуть. Морозосекость – ноль. Всё, прощай. Ведь с нам сходит, ничего не взошло. Итак, а другой год – сто процентов. А есть люди, которые говорят, а у меня всегда всходит. То есть он не попадал ни разу в этот капкан. Перепады передзимние. Приходит ранняя весна, всё растаяло, ура. Сейчас ждём, чтобы они полезут, это самое, всходы, ростки полезут из земли. Уже всё, уже косточки лопнули, ещё нету. Даже по железу всё равно хоть столько на земле там есть, иначе мы их больше бы сразу унесли. Какая-то такая сволочь. Так, простите за идиоматическое выражение. Значит, вот пусть только. Вот-вот уже косточка лопнула. Раз мороз вернулся. Вы ещё не видели ни этого ростка, а она уже мёртвая. Вот ещё вариант. Дальше. То есть случилась весна. А, это касается даже стратифицированных, они, видите, следующая сертификация, я это называю зимнее хранение искусственных условий при температуре около нуля. Формировки мои. Не читал, не знаю, студентом не был, не зубрил. Это я так назвал. Хранение, зимнее хранение 2-3 месяца при температуре, это большое касается, при температуре близко к нулю. Но высадим-то всё равно ещё спящую. А дальше что? Чуть влаги не хватило, всё, не встали, не взошли. Весна сухая. Проходили сотни из нас, и я это проходил. Поливайся в колодец воды, бесполезно, они не всходят, и всё. Успел дождь пойти, допустим, даже не сразу после высадки, но хотя бы через 2 недели, хотя бы через 4. На небо смотришь. Вот. Нету дождей. Всё. Только дождь даёт возможность зайти. Это, если не хватило влаги до схожести. И наоборот, крайний случай, второй, сгнили, и всё. Теперь. Тут ошибку я сделал. Про скорую сертификацию пока говорить не буду. Есть успехи, есть не успехи. Никогда не пробовал. Один человек, по крайней мере, один из вас. Привет, Мирослава. Это вас, по-моему, заказали, когда... Я быстренько там на сертификацию. Вот. Быстро-быстро на сертификацию. Но уже на выставке там было 3 недели, это мало. Правильно? Я бы сказал, сходы будут плохие. Были, но плохие. То есть, ускорная сертификация – это ход в мешке. По принципу, ну, хоть что-то, чтобы год не терять. И, наконец, без сертификации. И вот потом забуду сказать, чек, который... Сейчас мы обсуждаем его письмо. 700. Он даже написал «Деньги на ветер». Правильно, на ветер. Вот. Он даже написал, буквально несколько минут назад я прочитал. Я даже вот чуть опоздал. Вот видите, на две минутки сначала. Вдруг написано «Я Амуры посадил без сертификации». По крайней мере, за Амуры я уже не отвечаю. Пока только за Амуры. Уже всё. Не всходят. Понимаете? Есть какая-то такая загадочная вещь. Загадочнейшая вещь. Что обязательно должна быть сертификация. Или естественная. Ну, там принцип «тысячу семян упало». А дерево замена... В природе, где всё захвачено деревьями, принцип один. Рано или поздно дерево упадёт, его заменит такое же дерево. То есть один упал, один заменил. Но за это время оно могло прожить 20, 30, 50, 100 лет. И за эти 50, 30, 100 лет под ним могло вылезти десятки, сотни, тысячи его родных. Или наоборот, пусть даже берёз чего угодно. А ни черта не растут, потому что это... А большинство даже чувствует, что им там не взойти, и их шансов ноль. И они просто не всходят. Вот даже так. Видите? И вот это вот, всё, что я сказал, сейчас я начинаю раскрывать. Вот. Вот эту фотографию мне прислали. Так. Видите? Почему мне это прислали? Возможно, поздно заказал. Возможно, он сартифицировал. Возможно, посылку раскрыл. Это было. Сейчас я не вспомню. Ну, фотографии характерны. Здесь можно даже развивать тему корней, корневой шейки. Вот. Просто попалось под руку. Вот это вот обречённая смерть, этот самый. Мне прислали эту фотографию. Я написал. Или в осенью пересадить, если не сгниёт раньше. Чернозём. Чаще всего мне попадаются супи в Сирису Глинах на фотографии. Здесь уже явный чернозём. Вот. А здесь получается так. Сгниёт. А вот это не сгниёт. Почувствовали разницу? Казалось бы, ну как, видно, что это. Здесь имя доли. Вот как учит на глубине 5-6-7 сантиметров. Поняли, да? А этот не сгниёт. Значит, что получается? Одну из причин мы. Ну, две уже, может, разобрали. Это просто учёба. Чтобы вы уже поняли. Если бы человек закопал, как его учила та самая дама, ведущая, брикосовод, брикосовет. Вот. Вот. А который ещё написал, что не слушайте этого сибирского садовода. Скромно фамилию не назвала. Ну, на том спасибо. А здесь, получается, посмотрели. Вот. Зашло бы, но ненадолго. То есть, я что хочу сказать. Вы, мы с вами, я, ваше письмо, сейчас внизу будет много интересного познавательного. Процитирую последний кусочек вашего письма. Я очень болезненно отношусь к неудачам вашим. И принимаю за свой счёт. И это у меня таких царапин. Ещё не рано. Царапин на сердце сотни, тысячи. И вот получается, что? Вы написали. Я написал. Я буду делать фильм. Вот, да. Там сотни будут. Выбираю вот так. Перемешал, выбрал. Вот. И колоть, колоть, колоть. И вы этот фильм увидите. А вы написали. Лучше пришлите их мне. А что я вам написал? Что, наверное, скорее всего, у вас они сгнили. То есть, безбыток влаги. Поминаем, да? И я вам в следующую партию вышлю за полцены. Вот. Ну, на это я ответ ещё не получил. А последняя фраза. Лучше, чем колоть, вы мне их вышлите. Тогда я принимаю такое решение. Ну, что ли. Такое среднеархметическое. Сотню закажете. Что в таких случаях требует? Фамилюционный телефон и адрес. Я вам сотни высылаю. Семьсот закажете. Если хотите успех, повторите. В данном случае не успех. Значит, за полцены. Я буду по-прежнему пока считать, что у нас ничья. Мы ещё не нашли истинную причину. Смотрим дальше. Вот. Но это я будущее. Потому что, знаете как? Ведь самое страшное, это меня ждёт. Я им говорю. Диск один, 300 рублей, и у вас никогда ничего не погибнет. А вы мне так расскажите. Я часами, вы знаете прекрасно, многие знают, сколько я потратил. Уже не часов, а дней, лет, месяцов. На вот эти бесконечные разговоры. Вот. А потом вот человек, который я посадил, он мне писал письмо, похвастался. Я его, конечно, тут же. Срочно раскапывайте. До корней раскапывайте. Может, он её и спас. А представим, человек, который просто ждёт чудо. Он мне может написать, как было. У меня есть там 190. А на следующий год пишет, а они погибли. Вот самое опасное место, это абсолютное большинство случаев. Это не мороз. Попробуйте убить манджурса. Его топор не берёт. Помните, пока пила не берёт. На подлесом земле спиливаешь. Через год 2 на 5 растёт, как ничего не бывало. Топор не берёт. Какой там мороз? Если он металл не берёт. А вот сдоить это мы можем. Вот уже я параллельно. Я вросла семена. У меня тысячи учеников. У сотен уже растут, полносят абрикосы. Некоторые уже, помните, как я говорил, на рынок несут. Владви продавать на рынок вместе с бесценными косточками. Плоды. И это есть. Помните, я цитировал письма. Настоящие письма. И я их выдумаю. И вот здесь получается следующее. Ой, прошёл год, они погибли. Ну, не все там. Кому как повезёт. Я уже догадываюсь, в чём причина. Да, если это Чернозём, если это, я помню, я пересеслял северо-запад. Несколько областей. Всё, ребята. Он тут же на второй год, на первый-вторый год умирает. А потом скажут, о, да у нас, вы говорили, минус сорок выдержит, а у нас была не самая низкая, двадцать пять, я всё погибу. И тут я крайне пока. Я фактически оправдываюсь. Пойдём дальше. Вот это вот, я всё покажу в десяток. Протография первая, выдернул мне их сотни. Каждый год, когда заканчиваются продажи, обратите внимание, июль. Видели? Июль, видели? Так вот, я беру, остатки распаковываю, высыпаю и фотографирую. Скажите, это халтура, когда люди у меня покупали спящими. Я мёртвый, выставил их живые. А это, смотрите, вот. Вот эти были уже упакованы, и я должен был их выслать. А человек денег не прислал. И спасибо не сказал, и не извинился. А таких случаев у меня каждый год немного, ну, 10, 15, 20. Не извинился, а просто молча сейчас. Заказал, а дальше вот они. А они лежат, и лежат, и лежат, и лежат, а потом приходят опять июль. Видите, все это в июле. И даже не распаковываю. Видишь, что я мусор качественный товар. Понятно? Вот. И вот это. Вот абрикос, который, это самое. Дело сходит, как ничем не бывало. Только потом попадает мусор на ведро. Так, всегда смотрю, вдруг кто-то из вас что-то написал не то. И что, я что-то не то. Бывает звук, бывает что-то. Нет, слава богу, опять не по этому адресу. Все нормально. Посмотрите, схожесть у яблок вообще схожесть изумительная. Если человек пишет, что в том числе выслали 10-70 яблок, и они не взошли, у меня сразу хреша сносит. Посмотрите. Чтобы это не взошло. Вот. А чтобы китайка не взошла. Видели, что делается? Видели, что делается? Видели? Ну, это сюда я вставил это. Вот человек решил посадить на холмы. Теперь, учеба, ну пусть оперегся. Но все-таки видно, что у человека зашли. И вот он мне пишет, бедный мне пишет, бедному. Ну, что же мне теперь делать? Во-первых, я слышал, что он рискует. Посадил он чуть ли не в песок. Удивительно, что зашли. Я и то удивляюсь. Уж на что я привык к успехам. Я и то удивляюсь. Ты че, с ума сошел? Холм-то пожирь, пологие надо делать. Ведь вода не держится, полила до стекла. Вот. А он мне, знаете, какой вопрос задал? А помогите, подскажите, как их рассаживать? В руку понятно, вот крайне право оставляешь, а остальные лопаты сразу все вместе дружим вот так вот. Раз. А потом разделишь и просадишь. Вот даже этот человек не смог сам сообразить. Вот крайне право и остается. Вот. Ну, это ладно. Допустим, и вот это я еще нашел. Вот человек мне присылает. Вот он абрикосы просветил. Он много просадил. Тут не одна сотня. Так. Вот столько у него взошло. Вот скажите мне на милость, это успех или неудача? Это был бы полный успех, если бы они уже были наше место. Но ведь зараза теклится. Ну, молодец. Пересаживать придется. Придется. Так нет. Придется пересаживать. А наша песня хороша. У меня растут сейчас психотерийские абрикосы. Вся эта фотография делала из-за Александра. Будет. Когда-то помогала мне косточками садить. Вот. В 15-ом году, да? Ну, прошел полиция. Ну, выдели, бывайте, гиганты. Вы так смотришь, а никогда не удержите на голове. А 5 из них я пересадил соседу. Как? Я через забор передал, половину отрезал эту мыпилицу. Отрезал, сказал, сади. И они растут тут же. В метрах, не в километрах, в метрах. Вот. Они такие красавцы. Они все покрылись плодами. Все 5. Вот. Но по объему кроны пересадили тут же. Рассазывал как. Были однолетки. А растут полметра друг от друга. Я их рассаживал. И те получились по объему и я прикинул. Все. Так же заплоднулся в господице. Проследствую с моими. Годом позже. И красавцы. Все. И плоды, конечно, плоды красивые. Конечно, с кислинкой. Конечно, компоты лучше не бывает. Соседы таким рад. Но по объему кроны в три раза меньше. Хочешь создать пересадка лишняя? А здесь еще повезло. Но я отвлекся опять же. Я просто задал вам вопрос. Ребята, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, 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 ну, допустим, пятнадцать. Ну, допустим, завтра еще взойдет десятый. Успех или неудача? Хотите сад из пятидесяти? С десятипроцентной вероятностью. Покупайте пятьсот, все равно купятся. Груши без калтуры. Груши без калтуры. Снова это самое, снова груша, но так же, ну, что делать? Раздумали, выбросил. Уникальная вещь. Китайка. Вот. Посмотрите, здесь у меня, я прямо в этом поддоне холодильник, вот, здесь у меня было сотни, я отсюда продавал, выковыривал отсюда прямо, вот так вот только были пленкой закрыты, чтобы не пересыхали. Вот. Смотрите, 12 апреля закончилась продажа, что мы видим, какова схожесть? Тут из них еще сотни, можно было бы и посадить, но уже желающие на этом закончились. Главное, либо это можно назвать халтурой мой способ хранения и сертификации. Вот это можно назвать халтурой. Вот она сорти абрикос. Это смесь абрикосов. Она бесценная, эта смесь. Вот. Волочная вишня. Вспомните, пару раз мы комментировали, не взошла волочная вишня. А вот она, непроданная. Пришел июль месяц. Вот так они в моем холодильнике росли. Вот. Теперь у вас 700, почти 700 не взошедших холстиков. Некоторые вы уже выкопали, увидели, что они внутри гнилые. Правильно? Вот. А тут же я и здесь версию такую создал, чтобы было перевлажнение. Вот здесь, в моем регионе, вот сейчас спросите меня, в каком регионе, у меня Бог не помню. А в моем регионе у нас дожди скорее дефицит. Был один год, когда заливалось дождями. Но это был первый, нет, может быть, таких 2-3 было за 30-40 лет. поэтому спокойно семена отлежали, косточки этой же сливы подвойной отлежались под землей, потом под снегом и на второй год зашли. Видите, какая грядка неухоженная, да? Обратили внимание? Вот. Они зашли до второй год. Ну, поэтому, если что-то у вас осталось, ну, вы же выкопали несколько, они гнилые. Возможно, уже надежда на то, что в следующем году зайдут и деньги ваши спасут. Уже, наверное, шансов еще меньше. Вы же прислали еще несколько костей расколотых гнилых. Правильно? Идем дальше. Враг номер раз. Это моя грядка. Ой, моя. Сергей Железов. Посмотрите, пришла весна. Вы видите, кто еще не знает. Итак, когда косточка под землей закопана, она закопана. Они, ну, тут вот посмотрите, видите, появляются. Вот справа, вверху, да? Вот. Вот они только из земли. Как они появляются? Почему? Еще раз. Они самовыкапываются. Я много лет этого не знал. Я думал, ну, наверное, дождями размыл он. Ну, может, лейкой размыл, что они вдруг бочки показались. А потом нет. Полностью закопано, и корень, когда появляется, трескается, скорлупа, корень уходит, и вот этот корень, вот этот корень, начинает ее вот так вот, ну, как, начинает ее выворачивать из земли, как эскаваток. Выворачивает так, что потом, следующий этап, росток уже пошел вверх, корень его развернул, ну, ниже ее там, эти самые семидоры, вы знаете, тут их не видно, я вам еще показывал. А косточки валяются всегда рядом, причем, что меня всегда удивляло, еще и отскакивать умудряешься как-то. Но дело в том, что видите косточки, вот они. А где росток? Я что, его выдерживал, что ли, что фотографию делал? А вот косточки, а где росток? Вот эта косточка просто не взошла, может еще взойдет. Вот это непонятно, но она уже появилась, значит, там уже где-то лопнуло, и где-то сейчас ее как-то начинает поднимать этот самый. Если вот так смотреть, вот так вот, начинает ее вот так поднимать. Видно мою руку? И тогда она из земли-то и выкапывается самостоятельно. Этого почему-то нигде не проходит. А здесь фотографии, это до учебников опять. Они бесценны. Почему? Потому что здесь четко видно. Мыши съели. Они подождали, пока появятся ростки, и съели. Почему? Косточки целуют. А у меня есть фотографии? Сотни косточек собраны в одно место. У меня несколько таких я нашел скромно. Их сотни. Ну, на таком участке, где-то диаметр метров. И все просверлены. Это уже другой тип. Это они воровали и жрали зимой. Вот. Они еще наверняка собирали урожай. прошлого года собрали надево себе сделали кладовку. Ну, как сотни вот так. Точнее, я собирал кучу. Остаются только мыши. Или они выкапывали наши посадки. Вот таким вот образом. Ой, там далеко ну, далеко показывать. А, вот они, вот они, вот они. Да какая-то фута, я устарею. Вот эта фотография говорит о том, что нет, не это. Ну, в общем, поняли. Они могут прошлогодний урожай собрать и могут урожай собрать. Идем дальше. Вот эта фотография. Мне так повезло, что однажды у меня все были собраны кочки-догены. Я научился ими торговать. Вспомните Ваулина, который вырастил, состворил сенсацию из моих сердцев однолетних. Так, доктор, доктор, это вы, директор. института. Вот. Не знаю, видел ли он вот этого, не видел, но это для нас не видел. Ну, получилось так. На моем участке ни одной не найдете, а за забором вот они были. Я прямо вот так вот взял и сфотографировал, потому что там за забором у соседа никому не нужны. Давайте разглядим. вот. Как мы можем не бояться, например, секундочку, опять пишет, нет, мимо, как мы можем не бояться сгнивания косточек. на открытом месте сошел снег, зазеленела трава, перед этим всю осень, ну, то есть, это июльские падения, значит, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, то есть, до самого снега, до морозов, они лежали, весной лежали. давайте смотреть по порядку, ну, вот это, наверное, видите, вот она корень пустила, живая, а здесь уже росток, смотрите, справа вверху, видели, уже растет во всего, это самый первый, вообщем, вот он, уже, вот вторая уже растет, а вот это вот раскрылось, но расконец, может, будет, не будет, а вот это сгнила, это уже плесень, правильно, а вот это намертво сгнила, вот, как вы мне показали, вот то, что вы раскололи, да, похоже, похоже, поэтому у меня первое впечатление было, а я на такие снимки нагляделся, я же в саду прохожу эту практику у себя, а не это, не по учебникам, вот, вот такая же косточка у вас, а теперь скажите, рядом лежат живая, 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 вот она внизу гнилая, вот видите, гнилая, это гнилая, вот, это наверняка гнилая, остальные, отчёты, это были закопанные, они вылезли, а эти так и лежали, как упали с дерева, так и лежали, и вот здесь никто их специально не гноил, никто, они пережили зиму, они пережили снег, так, и так хорошо пережили, что часть из них, ну, наверное, 50 на 50, а может быть, сгнилось 70, потому что, знаете, это уже, вон как пошли, два вот эти, и вот этот начал выживать, то есть, наверное, из каждых четырёх, наверное, две-три сгнили, и это при том, что для гноения условий не было, и свежий воздух, и вентиляция, и всё, и никаких этих чернозёмов, никаких поливов, да, никаких хранений в шаром песке, и даже тут, а почему, а я вам отвечаю сразу, то, что я вижу, о том пою, а пою о следующем, у них, это не значит, что вот эта косточка гнилая, вот видите, я в неё уперся, как бы взглядом, вот, вот эта вот косточка, да, вот эта вот, вот эта вот гнилая, она рассчитана была на сухой климат, и родина у них сухой климат, но разброс свойств нельзя отрицать, этой хоть бахны, она сейчас сходит, вот она слева от неё, а вот эта сгнила, а это рассчитано на более сырые времена, а эта в сырые времена более сгнила, это при том, что в целом, это было благоприятное время, они упали сами, они не могут зайти все, у меня их каждый год, пока я не начал продавать, там лежат несколько соток, вот пока Ваулин, директор института, не выписывал у меня сеется, вот так и сходят, но не все, уже даже здесь видно, что сходит, наверное, меньшая часть, а большая часть рассчитана на более сырой климат, сухой-сухой климат, даже чем у меня в сухом Хакасе, ну, сколько я вам наговорю, это ещё не всё, вот, и, наконец, ещё один, уникальный, мне присылали эту фотографию, вот, видите, америкос-манджурский, гибрид, и человек хранил, я его не просил хранить, это наверняка, и мог сфагнум, скорее всего, это он, хотя не знаю, о чём ещё можно, он решил статифицировать не в песке, как я учу, а именно так, давайте смотреть, о чудо, живой, видите, я впустил этот корень, второй живой, третий непонятно, а этот сгнил, ну, стоило бы чуть-чуть добавить ещё сырого, и все были бы гнилые, уникальнейшая фотография, согласитесь, вот, ну, на этом, давайте подавить, давайте подавить какие-то выводы, вот, то, что я видел, я не могу, знаете, ватсап, там, сразу на этой же, на этой же картинке, что я открою, там сразу будут, видно, десятки, этих, телефонов, других, этих самых, авторов, там ещё добавилась фотография, тоже полгнилой, значит, за мной, этот, за мной, этот, 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 вот, у меня давно отбракованы, сходить ещё пару слов, это касается тоже всех, первый же урожай, довёл до шока, а сейчас объясню почему, итак, созревает самое первое дерево, вы уже знаете, мы его назвали, сверхранье, Чернобаева, сенец, бая, некрупный, вкусный, сколько людей удалось после этого гостить, ну, не выбрасывать же мякоть, что он сделал, он один из самых добросовестных людей, он, пайщик мой, это значит, что он зарабатывает с каждой косточки, понятно, и вот, я когда приезжаю, он говорит, приезжай, Константин, я собрал первые 800 штук, я приезжаю, у него там, там есть фотография, только я не могу всё показывать, до бесконечности, показывает, говорит, вот 600 и 200, всплыло 600, это же учёба, поэтому уж терпите, слушайте, 600 всплыло, отдыха отдельно, и небольшая кучка 200, вот это тебе, он не настолько наглый, подлый, чтобы взять и все 800 суток, я всё равно бы отбраховал, вот, он бы промолчал, я бы спросил, ты топил, вот, он бы сказал, наверное, нет, а я бы потом, опять же, из 800, 600 бы выкинул, мысли мы бросаем эти 600, 200 я бы продаю, купили, правда, всего сотни, мне даже обидно было, сверхранье, он обязательно, в каждом саду, к тому же, это сей, из бая, и вот получилось следующее, после этого, дней 10, я в диком ожидании, страшном, а на улице, я с вами делюсь рассказами, потом, когда-то, даже эти книги, вот такие книги, вот, с рассказами, помните записки, зачарованных садоводов, хоть бы один сказал, что я что-то не то написал, или ерунду написал, хоть бы один, и вот получается так, что я 10 дней нахожу в шоке, абрикосы созревают, и у меня 10 дней тощит мысль, огромнейший урожай, уже небольшой, нет, какой там большой, огромный урожай, правда, мелочь, очень мелкий, измельчали, в среднем в два раза, и мать живутся в два раза, академики, королевские, все в два раза, где было 100 грамм стало 50, где было 50, стало 20, 25, что есть, то есть, я испугался другого, сейчас они дозреют, упадут, мы их выковыриваем, мы это самое, отмоем, я их в тазик, и у меня, и опять, через них 800, 600, 600 у меня всплывет, я серьезно этого ждал, боялся, как, я переживал все эти 10, примерно 10 дней, 12 или 8, я переживаю, и жду, с ужасом, что, теперь, все они, пережили, дикие, страшные, засуху, даже, оказывается, все эти бочеремушки были, и там такое же дело, и там помельче, и там дождей было мало, но, как у нас, это вообще страшно, никогда такого не было, и вот, я думаю, так, не поэтому ли, у Чернобаева из 800, 600 всплыло, мы же раскололи несколько, они вот такие, ну, там, вы же помните, как вот, на фотографии это, они, это самое, полусухие, полудохлые, ядрышки, ё-моё, и тогда окажется, что весь этот суперурожай, а у него-то получилось 25% годности, да, из 800-200, и если потом мой урожай, на 75%, тоже будет пуст, это он никакой не суперурожай, а просто куча брака, негодных косточек, видишь, до какого инфаркта я доходил уже, это невероятно, я жду, звонок от Чернобаева, поверите, нет, я собрал опять с него же, сколько там сотен, не помню, волновался, приезжай, а я с ужасом задаю вопрос, ты топил, ну, и чё, утонули, сколько, все, не может быть, все до 1 утонули, и теперь, третий этап, наконец, последние 500 штук, это он оказался настолько, ну, это за счёт мелочи, вот они такие мелкие, вот за счёт этой мелочи, себе как оказалось так много, и опять звонок, приезжай, забирай, я говорю, сколько утонуло, ни одной, и вот тогда, то я смотрю, что одно дерево, имеет разок, первые упали, были, наверное, все сухие, потом появились среди них уже, живые, а потом ещё живее, ещё живее, так вот, господа, те, кто бы писал раньше, в основном, у вас результаты прекрасные, то есть, в большинство из вас сходит, половина, три четверти, даже когда две здесь, каждые десятки, я говорю, я вас поздравляю, но чаще всего, больше половины, вот, несмотря на неумелые руки, вот, и, я всегда, это моё жестокое, жесткое правило, чтобы потом мне не писали, что я всплыли, ещё добавлю, лежат сухими несколько месяцев, а то и полгода, до старификации, или до того, как вы мне их выпишите, сухие, и в это время, они-то как раз, появляются в них плавучесть, они настоящие, это уже не считается, отбраковка абрикосов, целый час я вам говорил, и заканчиваю словами, отбраковка именно абрикосов, только, если, вы их собрали, дальше, во время сушки, этот метод уже не действует, утопление, косочек, раз, что вы думаете, напуганы этим, а у меня же одно время, у нас ещё даже чуть раньше, черешни, 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 это, первые, начали падать, я первую сотню косточек, замочил, думал, не то, что отбраков, мне интересно было, никогда в жизни я их не браковал, все до единого всплыли, то есть способ утопления для черешек не годится, а для слив, я брал сливы отбракованные, всплывшие, и они прекрасно всходили, то есть вывод, дальше я не знаю, не все проверяю, вот, вишни не пробовал, черешни все всплыли, вишни не пробовал, вот, то есть этот метод годится только для абрикосов, действительно всплыло, разламываюсь, пусто, ну как пусто, брак, вот, а если смотришь, свеженькие моряки, я еще разломанно просто жую, потому что это, не пропадает же добро, мои манджурские абрикосы, все домны, с минимальным количеством вселенной кислоты, и я все еще надеюсь, что когда-нибудь память мне поставят, за то, что абрикосы есть в каждой семье, в каждой даче, и везде абрикосы, я надеюсь на это, потому что тогда резко снизится количество онкологических заболеваний в стране, это моя идея фикс, я ради этого живу, вот, я переживаю за каждую косточку погибшую, или там саженец, вот, потому что все это отодвигает, отодвигает, отодвигает эти самые, всеобщее здоровье, вот, вот здесь вот, у меня, мякоть осталась там, отсыдил, это абрикосовая настойка, вот она, я убил себя в голову, что мне не грозит онкология, пока я это, из косточек, или из мякоть, и вот эту делаю настойку, дальше пойдем, в общем, в принципе, я все сказал, что хотел, так, значит, повторяю условия, сотню вдарю, если руки не опустил, пусть заказы за полцены, то есть,